Вчера в час дня в переулке Встречном, в пятиэтажке за номером 7, корпус 1, тривиально от пьяной сигаретки задымилось кресло в 31-й квартире на 4-м этаже. Обретается в этом жилье одинокий 60-летний дедушка Анатолий Андрианов. На пенсию Анатолий Палыч вышел 5 января текущего года. С тех пор пенсию получал два раба, 2 марта и 2 апреля. С первой пенсии дед Андрианов ушел в запой до 20 марта. Деньги иссякли, пить кончил. Потреблял алкоголь в одиночку, чокался с зеркалом или с бутылкой. В общем, никому не мешал. Со второй пенсии получилось хуже. 2 апреля получил, снова ушел в запой. Но он был искусственно прерван вчера в час дня. Брат, будучи в большом опьянении, курил от сигареты, загорелось кресло. Сестра деда Анатолия Нинель Александровна живет на 5-м этаже, прямо над братом. Она унюхала, что от родственника понесло жареным, созвала соседей. Мужики стали поочередно топором, гвоздодером и ломом вскрывать железную дверь. Ключ от квартиры брата у Нинели Александровны был, но дед Андрианов изнутри замок закрыл до состояния фиксации. Ключом не отпереть, ломом, как оказалось, тоже вызвали пожарных. Огнеборцы второй части на двух машинах приемчались, своими могучими баграми металлические ворота выковырали. Вся квартира была задымлена. Невозможно было зайти, не закрывая рот от дыма, и глаза резало. Обнаружили кресло шающее вовнутрь. Пламени не было, а так шаяло, что очень большое задымление было. Брат лежал полуголый на полу, рядом с креслом. Я подошла, посмотрела, он живой. Пожарные кресла выкинули, жилье проветрили, уехали. Позже была вызвана скорая милиция. Дед Андрианов после того, как откушал литр московской и выкурил примы, в конец разомлел, потерял всякую ориентацию и бдительность и устроил настоящий дебош. На милиционера полез драться. Милиционер был с наручниками. На кровати его приковал. Кровати. Он успокоился. Ну, в общем, выражался дурными словами, продолжал, на всех окружающих, кроме врачей. После такой дедушкиной выходки органы посчитали, что безопаснее для окружающих будет забрать его с собой. Верхоседский вытрезвитель. Так и поступили. Дали ему выспаться. Сегодня в 7 утра отпустили. Вероятно, в данный исторический момент дедушка Андрианов продолжает свой запой. Деньги еще остались. Паленые водки в будках море. Дома имеется в наличии еще одно кресло. А пить или не пить, это не вопрос. А дед Андрианов не принц датский. Скорее, поддатский. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...